все включила добрый вечер добрый вечер мы сегодня с тобой встречаемся и я хочу услышать твое мнение по беларуси вот что ты думаешь как как вообще ну твое мнение интересно все я вообще в этот раз буду молчать клянусь мое мнение началось до выборов потому что тема интересная и еще до выборов до того когда произошло все что происходили сами выборы и то что предшествовало выборам я связался с товарищем уже много лет это оппозиционер лукашенко еще с 90-х годов вот я сначала поинтересовался в него если на территории беларуси кто-нибудь кто действительно может ему в оппозиции стоять из тех старых еще которые оппозиционеры он сказал фразой фраза уже избитая просто я плохо и каждый раз выпутываю одних уж нет другие далече а те далече да то есть из тех старых уже никого не будет я ему сказал ну что ты готовишься к свержению лукашенко а он говорит как его можно вообще свергнуть и почему ты решил что так будет я вам сказал давай говорю посмотри внимательно западную границу россии и оставь свободным ту ту территорию где еще нету евросоюза нато в таком духе вот за штриху и посмотри что останется он говорит но осталось принципе это белоруссия игру правильно надо же дырку заткнуть или не надо ну это почему ты решил что это будет сделано игру конечно обязательно будет сделано давай представим что я работник какой-нибудь западной спецслужбы просто я пишу очередной сценарий для того чтобы заретушировать все западные границы россии вот и все он говорит ну почему ты решил что они будут делать все это потому что директива есть такая очень хорошая которые придерживаются все западные спецслужбы я не говорю только сша стараются все директива 10 дробь 2 она была рождена в 1949 году в один год когда появилась блок нато и государство федеративная республика германия то есть не просто так появилась эта директива она о скрытых операциях государства сша там очень четко прописано долго читать это пересказывать долго главное другое главное то что там интересный момент если даже скрытой операции сша выплывет наружу то государство все равно должно как мантру повторять моя хата с краю ничего не знаю и это не мы поэтому я ему говорю товарищи 2 я накидаю сценарий я не на зарплате у цру там или где то нет просто я накидаю сценария а когда пункты мои будут проявляться сам будешь мне звонить и рассказывать о том что происходит вот ну я ему сценарий написал он сразу а причем здесь первым пунктом провокация а где твои студенты но он уже привык к моей работе ему объясняют провокация понятно даже сша это прекрасно понимаем что белоруссию так просто оторвать от россии очень сложно поэтому нужно сделать так чтобы сначала поругалась белоруссия с россией и собственно потом это и произошла эта операция с батареями частная компания какая-то военная там была точно точно но все дело в том что я расставлял расставлял это расписывал очередную революцию с учетом того что я как бы работник западных спецслужб которые до сих пор не поняли что на лубянке люди зарплату зря не получают там уже давно все просекли и так как обломилась с украиной особенно с крымом белый дом уже не сможет ничего сделать и на лубянке отработали быстро потому что информация пришла вовремя и лукашенко понял что его просто пытается подставить в этом отношении не его а именно россию с россией разругать а потом уже да естественно выплыли студенты они появились как положено тут двух мне не быть не может но там еще был момент он мне позвонил и говорит не ну лукашенко уже обнаглел но 80 процентов нарисовать это же слишком это совесть-то иметь надо я ему объясняю что правильно сделал что нарисовал 80 процентов правильно потому что если бы он написал меньше процентов и разрыв между оппозиции и лукашенко был бы гораздо меньше криков и воплей было бы в 10 раз больше потому что крик был бы такой да мы шли ноздря в ноздрю с лукашенко а он взял и прибавил там пять десять пятнадцать процентов когда бы еще хуже было а вот так взял себе спокойно 80 нависывал и все какие ребята могут быть споры поехали дальше обязательно должны были быть появиться какие-то символы какие-то иконы выплыли да я и это я у него спрашивал я особо не следил там кто у нас говорю икона он лету как то тихо тихановская тихановская икона игру а символ то уже есть есть говорит появился это красно-белый флаг о теперь у нас красно-белый флаг а потом не видно говорит а как же твоя небесная сотня которую ты написал игру а небесную сотню сейчас невозможно представить она находится в застенках она там их там бьют пытают мучают их там много тысяч миллионов это попозже потом должно произойти поэтому жди все пройдет свое время дальше подключение запада здесь было понятно сразу ну естественно никто не будет говорить что это сша все сделала потому что там ближе кто находится польша прибалтика уже не знаю должна была быть попытка какая-то чтобы вспомнить вспомнить свою идентичность что мы не русские а мы великое княжество великое княжество там было литовская жематийская что-то вот такое вот не знаю были там попытки что западные территории белоруссии это исконно исконно совсем все другое были были попытки да ну до этого тоже потом никуда убегать лукашенко не нужно в отличие от януковича он собственно говоря текать ему некуда и тут еще очень сильный фактор это то что россия белоруссия связаны действительно союзным договором и общем договором коллективной безопасности скажу даже больше когда стоял свое время вопрос о едином государстве россии белоруссии почему она не про не не произошло это не случилось а все очень просто лукашенко товарищ который власти много лет и амбиции конечно у него выше крыши с этими то спорить не будет вот но дело в том что он потребовал в случае объединенного государства печатный станок денежный чтобы стоял в минске вот естественно на такие вещи москва никак не могла пойти потому что это не хорошего папа маленько я понимаю да вот что что у тихановской чтобы она там не говорила чтобы она не тарахтела по всем этим она никогда никогда не пойдет лукашенко на разговоры с так называемым координационным советом но не пойдет он потому что пойти на переговоры это нужно признать легитимность этого совета с другой стороны даже если с учетом того что он пойдет на переговоры руб за 100 как говорится даю что переговоры будут или онлайн идти ну по видеосвязи или они потребуют чтобы лукашенко приезжал в какую-то другую страну потому что в белоруссию они не приедут ему на переговоры ну разве что в сопровождении огромного количества дипломатических работников что еще интересно там вторым или третьим пунктом у меня шло дискредитация силовых структур то есть как на украине было нужно было выбить быстро из из седла беркут основной такой мощный потенциал министерства внутренних дел что произошло здесь очень интересный момент мне товарищ прислал видеоролик я внимательно его изучал то есть у меня привычка такая дурная есть не знаю насколько дурная я всегда ролик смотрю без озвучивания потому что звук который сопровождает ролики то что в ролике настолько часто получается абсолютно разное но в уши западает естественно очень интересный момент стоит у дороги стоят там не знаю милиция полиция белоруссии вот и стоят и стоят а машины себе едут сплошные потоком центр минска если это конечно минск был вот и друг ни с того ни с сего работник милиции он берет своим демократизатором и наносит удар по лобовому стеклу проезжающей машины машины ехали с небольшой скоростью таки просто вот интересный момент вышел пожилой мужчина и говорит что же вы делаете его тут же скрутили и сразу забрасывают в автозак вот это очень интересный момент то есть вот на месте бы лукашенко до взять бы вот этого товарища который лупанул ни с того ни с сего по проезжающей машине и подвесить его за одно место и выяснить кто ему дал это задание потому что это очень похоже на провокацию очень похоже кроме того насколько я помню недавно был арестован работник то ли следственного след что мне показалось очень странным когда лупили российских журналистов там их молотили по полной вот это мне тоже показалось странным вот именно почему именно российских журналистов ведь это же было понятно что они в общем то не будут против лукашенко согласен так почему значит российских журналистов так ведь не получилось с вагнером с 33 богатырями надо же как-то подкрепить вот и поскольку уже весь запад верещал то это до кучи как говорится надо было оттянуть россию надо было чтобы россия как бы обиделась немножечко знаешь и так абстрагировалась этого дела не помогала согласно россия не обиделась почему я объясняю очень просто вынужден повторить на лубянке люди зарплату зря не получают у них работает и нюх у них работает все они прекрасно все понимают дело тут в лукашенко потому что какие тараканы у него в голове это у него каждый раз он то в одну сторону то в другую сторону и поста и главное что у него амбиции очень сильный высок высокого запроса вот чем дело не понимаете 26 лет у власти ну думать это тоже все таки надо потому что народ есть и по поводу ареста работника по моему следственного комитета если я не ошибаюсь а значит почему его арестовали очень интересный момент я не знаю фейк не фейк ну факту что это было выложено в интернет он помогал тем работникам силовых структур которые больше не хотят служить в органах и хотят уволиться он подыскивал им работу вот это кстати очень интересный момент если так оно и было я не удивлюсь что его арестовали потому что те кто не хочет выходить и гонять и бить бедных студентов и так далее и тому подобное это очень хороший контингент тех кто будет работать в мвд когда лукашенко уйдет от власти и вопрос еще в другом откуда у него такие откуда у него отдел кадров для нахождения для работы тем кто не хочет больше служить в органах мвд тоже не интересно него что финансы какие то есть особо или что он обыкновенный работник но он был арестован ну здесь принципе сам хочешь не хочешь но задаешься вопросом куда он собирался устраивать людей на перспективу вы 9 хотят работать кстати национальная забастовка там всеобщее я так понял что они прошла по 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 белоруссии ну и хочется конечно все таки сказать что один из один из один из показателей бархатной революции это конечно я называю это вещественный мираж вещественный мираж это тысячные зарплаты в евро ну а да 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 все будет хорошо да это вещественный мираж мне это понравилось слово это я шлямзил у антона павловича чехова очень красивая формулировочка мне понравилось вот опять же что еще вещественный эти мираж в советском фильме 17 мгновения весны группенфюрер мюллер произнес очень шикарные слова мы так громко гремели нашими погремушками что народ не понял как оказался у нас в конюшне то есть то что произошло на украине пытаются сейчас естественно все выдавить это на белоруссии вот но как-то она очень слабовато идет хотя у них две страны получилось считай молдова получилось украина получилось что и в принципе получилось и в белоруссии я тебе скажу так что я бы не не говорила сейчас о том что там все остановилось это скорее всего что это просто начало это было начал и дальше это будет и будет и будет абсолютно верно это все будет проект долгоиграющий или не будут и будут и будут и будут делать все чтобы там была дестабилизация опять же с другой стороны мой товарищ вот он тоже из белоруссии он поехал в белоруссию именно вот когда уже были волнение вот это все он приехал и в первый же вечер взял и набрался по полной программе как с горя я ему говорю что там накидался того он говорит народ лукашенко не простит не простит я говорю что не простит то что он там бьет их гоняет и так далее и тому подобное сколько играет это не белорусская милиция там или полиция это понове поновезли из россии огромное количество силовиков вот я ему я ему говорю ты понимаешь говорю если бы чем больше будет протестующих естественно будет больше милиции это все уже обрастает мифами понимаешь вот это уже вот мифотворчество началось все идет как говорится по накатанной папа папа поэтому самому да вот я перезваниваю быстро товарищу пожилому нашему оппозиционеру говорю вот из россии навезли огромное количество полиции которые гоняют еще он говорит полный бред такого быть не может это просто вот серьезного человек который много лет в оппозиции прекрасно знает на что может пойти лукашенко и так далее и человек который просто поехал и посмотрел что он там увидел ну еще больше еще важнее что ему там на уши против нужно я говорю мифы 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 это все долгоиграющая пластинка которая будет длиться неизвестно сколько хорошо даже если посмотреть перспективу такую более-менее какую-то реальную да еще пару лет лукашенко потянет с конституционной реформой какие-то может быть и выборы досрочный могут быть безусловно все дело в том кого он подготовит и кого подготовит оппозиция вот чем дело это действительно будет существенно но я все-таки моё просто почти может только россия понимаешь забрать в одно государство но опять-то ну даже вот взяла вот и ночью такое то моё это моё было это нечестно обещала же молчать поэтому я и говорю вот моё личное мнение как человека россия я не говорю путин я говорю россия не в жизнь не даст белоруссию никогда потому что взять и занять последнюю свободную нишу от евросоюза в скобочках нато это как говорится пусть как угодно говорят но это последний бастион и белорусы сами по себе вот что интересно сколько общался у них нет такого национализма как действительно есть на украине потому что я по списку у меня национализм там стоял где-то под конец вот и товарищ говорит с националистами проблема будет ничего поищут найдут немножко найдут новых тысячи убитых не небесные тысячи впереди это все впереди безусловно не остановилось там ничего не нет оно и будет все правильно я там что-то посмотрел там они бегают по дворам что ли я не понимаю вообще это просто я мне интересно понять сколько денег улетает на все это кстати по последним данным вчера вечером товарищ позвонил говорит там какая-то ругня у них началась куда деньги от спонсоров для оппозиции деваются то есть народ который бегает за деньги он конкретно начал интересоваться где же наши деньги потому что похоже что раз распил напоминает очень какую-то соседнюю страну когда день идут на одно попадают в карманы других так она и будет естественно просто просто так тоже вот эта верхушка не будет этим всем руководил как говорится колобродить потому что они ходят в принципе под статьями все им им что им что-то надо компенсировать понимаешь все которые там в чатике ведут да которые там пропагандой вот этой занимаются да они все ходят под статьями а там увидишь батька особо не церемонится но он их всех как минимум на сутки он их всех прячет но естественно народ уже потихоньку без стимуляции вряд ли кто-то будет рисковать таким ну как бы своей шкуркой вот и здесь получается интересный момент насколько запад сколько денег запад запад согласен потратить на то чтобы все это продолжать тут ситуация еще в чем то что экономика то не очень в германии сейчас такие страсти бушу и дикие что сколько можно уже кормить европейский союз и так далее и тому подобное это же самое то же самое да вот и это очень все нестабильно а то что печатность ну понятно печатный станок который работает в вашем образно в вашингтоне все это это без остановок что он может работать и насколько будет это все деньгами поддерживаться просто ну настолько уже все наглядно что ну понимаешь там еще могут кроме денег еще могут давать и там типа политическое убежище да там студентов принимать его вузы там польши ну то есть могут просто как забирать на трудовую на трудовую миграцию да как бы давать какие-то эти самые тоже то есть как бы не обязательно материальные там спонсировать но не важно не в нем не в этом дело все что происходит сейчас белоруссии это было понятно самого начала это репетиция перед путином да перед выборами путина это по это было понятно и вот так как и сейчас как бы и отрабатывают технологии по развалу да и отрабатывают технологии по пресеканию по пресеканию технологии скажем так вот в принципе отключение интернета смотрю вроде как работает да даже сегодняшний вот этот марш сегодня прям вот тотально фигак и вырубили да эти даже не могли через бпн и зайти и растерялись там не знает куда ходить уже понимаешь то надо направлять эту толпу куда-то понимаешь то есть как бы ты говорил революция твиттера то сейчас это революция телеграма да и если вырубаешь этот телеграм то они просто теряются и как бронское движение знаешь друг с дружкой там сталкиваются и несется какая-то непонятка но это все фигня как говорится интернет это интернетом я не честно тебе скажу я очень переживаю если вот то есть у нашей молдавии да протащили вот эту принцессу а вот и причем на это все протаскивается сара сняв это взяла сейчас новую тему они борьба с коррупцией борьба с коррупцией потому что у них демократические они брали лозунги демократия там свобода сейчас борьба с коррупцией секунду борьба с коррупцией ты говори ты говоришь про украину или про белоруссию про все начиная с грузии помнишь этот как его качкая час Simpson kачашвил которыми покрышам бегал кадność и ты шибели а потому что такого орала коррупция она прив dishonmetha но он и быть его выбрали по пашинян орала коррупция его выбрали вот наше тоже прunto р interactive орала коррупция зеленские орала коррупция понимаешь люди реально выбирают ну то есть это лозунги который нравятся людям понимаешь и люди за это голосуют еще делал саакашвили там и изначе как только саакашвили у власти, все пресса, все газеты, вот эти Саросяцкие, начинают писать, вот он того посадил, вот он всего посадил, вот он с коррупцией, и понимаешь, люди, ой, как здорово, понимаешь, с коррупцией, как он борется, точно так же про Пашиняна, то есть облизывали, да, это наша, вот этот, ну, про Зеленского там особо, ну, как бы, не знаю, с коррупцией, ну, тоже там, видимо, происходит что-то, но на волне мы боремся с коррупцией, вот, понимаешь, это новый лозунг, который нравится людям, понимаешь, people have it, скажем так, понимаешь, что Лукашенко немножко не прокатила с этой коррупцией, потому что коррупции-то нет, ну, не нашли они там у этого Лукашенко коррупцию, как не искали, уже там рыли-рыли, не нашли, ну, не олигарх он, понимаешь, вот, вот это еще провальная такая была штука, знаешь, это минус, минус, что он не олигарх, это минус, конечно, конечно, потому что он не Янукович, ему деньги за деньги не были, и вот поэтому они не знают, как этому Лукашенке подступиться, ты понимаешь, они никак не понимают, как его свалить, он, блин, ну, вот они ищут подходы, ищут подходы к нему, понимаешь. Так вот, когда отрабатывали технологию, технологию, я вот, я в своем сценарии переворота, если можно сказать, я, меня товарищ спросил, а почему у тебя ЕС стоит почти в самом конце туда? Я говорю, не надо людей раньше времени пугать, потому что это, это хотелка, хотелка, она не должна сразу упасть на уши людям, потому что это может насторожить. Слушай, а вот как ты, вот ты живешь в Европе, я живу в Европе, да, ты, ну, ты дольше, я меньше, но все равно сейчас ты видишь настроение людей, как думаешь вообще Евросоюз сам по себе, он сохранится, он будет держаться вообще хоть? Вот, я не знаю, скажи честно, то, что жучок у меня где-то стоит для тебя в комнате, ну, я не понимаю, ну, как так можно? Это я хотел с тобой отдельно, это, чтобы мы отдельно поговорили о том, что люди вообще в Европе думают, вот, их мысли, что они говорят, глядя на руководство у каждого страна в отдельности, на эту попытку воссоздания Советского Союза в виде Европейского Союза, ну, ну, это, я думал, как в следующий раз будем говорить об этом что-то. Не, ну, в принципе, да, ладно, давай тогда действительно в следующий раз это оставим, но эта тенденция же, понимаешь, эта тенденция идет и те же, та же Белоруссия, та же Молдова, да, они же смотрят на, ну, куда, куда нас тянут, в какой нас тянут Евросоюз, где здесь вот такое вот происходит. Как бы ты не скрывал протесты, понимаешь, как бы ты не пытался их замолчать, они все равно видны. Все равно люди, как увидят их, протесты во Франции, протесты в Италии, в Германии, где, понимаешь, сейчас уже люди очень озлоблены, обнищание жуткое, жуткое. У нас, знаешь, до того дошло это обнищание, что у нас даже в этом году не украсили город. Нет денег. Понимаешь? А на самом деле, они там, знаешь, видят, что вот, мы не украсили город, потому что мы такие, мы эти деньги лучше направим людям, которые там нищие, типа. Фигня все это, у них просто нету бабок, понимаешь, даже для того, чтобы украсить улицы. Вот эти огни там развесить, да, и просто. У вас уже открылась продажа елочек? Елочки продаются? Ни черта у нас не продаются, у нас вообще невозможно купить, кроме трусов и носков, ничего купить нельзя. Понимаешь? А у нас елочек, я совсем, я вот, все места, где обычно под Рождество, там продажи елочек, я елочки там вообще не увидел. Ну, не увидел я елочек, я шел, думаю, у нас даже не украшают рождественскими вот огнями, ничего, вообще ничего, ни город не украшено, абсолютно, ни витрины магазинов, ничего не украшено, понимаешь? Я думаю, я думаю, что к общей ситуации в Евросоюзе это добавил, конечно, еще и ситуация с коронавирусом. Так в том-то и дело, так коронавирус, нет, я понимаю, что коронавирус, но ты представляешь, как будет пресняк у людей, когда нет праздника даже, даже нет праздника. Считай, Пасху, выкинуло, Рождество выкинуло, то есть два таких вот праздника, в общем-то, объединяющих, да, людей, как-то, а их нет. Ни одного, ни второго не было в этом году. Я тоже, город мрачный, скажем так. Да? Мрачный город, и не по погоде, а просто действительно как-то мрачно. Это комендантский час. О! Ну, точно, жучок надо здесь поискать. У нас после восьми часов вечера товарищ говорит, невозможно ездить, полно ментов, в смысле, полиции полно. И говорит, едешь, а здесь тормозят без всякого, нарушил, не нарушил, захотели и тормознули. Здесь разрешают, да, раньше такого не было, сейчас разрешают. Сейчас тормозят. общая проверка, все такое, и все, и понеслось. И он говорит, я все, я до восьми, я уже дома. А малый, когда ко мне приходит, папа, извини, уже скоро 9 часов, мне нужно бежать домой. И из города в город у нас нельзя переезжать. Понимаешь, вот Новый год, вот допустим, если там родители живут где-то под Неаполем, да, они не могут друг дружке в гости. Жесть, конечно, что тут сказать. Это вообще... Ой, ну это, так, немножко еще по Беларуси, что я хотел, все-таки, да, у нас вроде как Беларусь сегодня. Ну да. Я так прослушиваю, молодежь, именно вот молодежь, пускай это будут студенты, неважно, молодежь в Беларуси, все, они считают, что у них перспектива развития и по жизни идти, все это, это Европейский Союз. Там все лучше, троллевали, дели-дели. И что вот интересно, что на Украине, что в Беларуси, вот начали переводить в пример, что вон, посмотрите, как поляки живут. Да, все, да. Зарплата 600 евро, да. Для этого, для этого Польшу и подняли, чтобы, понимаешь, чтобы показывать тем. Это витрина, понимаешь, это вот такая вот. Так, в общем, здесь жучок не сработал, так что я сейчас скажу то, что, скажу то, что я говорю. Тут очень хитрая фишка, вот в чем дело. Когда поляки получили первые крупные деньги от Евросоюза, они думали, что они хитрые, ну, что они умнее. И они эти деньги бросили на восстановление своих трех мощнейших судостроительных заводов. Это в Гданьске, в Дыне и в Щецене. Вот. Но как только в Евросоюзе увидели, что они хотят сделать, им сразу наступили на горло и придавили. Максимально можно вам только один завод, потому что все остальное, это будет уже такая конкуренция, которая никому не нужна. И им ничего не оставалось делать. Или отберем у вас деньги назад, будете возвращать. Но они им не разрешили. И тут есть еще один очень сильный, важный момент, о котором не говорят. Это вот именно вот та правда, что действительно средняя заработная плата там 600 или примерно столько-то евро. Да. Но никто не хочет говорить, почему такая зарплата у них. А все очень просто. Исходя из того, что Польша и Германия имеют общую границу, поляки, они живут, они прописаны у себя в стране, в родной. А сюда выезжают и работают, здесь потом заезжают, назад выезжают, заезжают. И получается, что у них действительно зарплаты-то нормальные. И по документам они числятся, числятся у себя в стране. А работают в Германии? Так вот, здесь возле меня озеро целое лето работала бригада из Польши. У них микроавтобус, польские номера, они приехали, я подходил с ними, болтал. Нормальные все, вообще люди просто сами по себе, все нормальные. Да, мы работаем выездом туда-сюда. Мой товарищ инженер-строитель, у него на стройке 60% поляки. Они приехали здесь, поработали месяц, два, три, там сколько, туда-сюда. Уехали, все. Но они, деньги-то, они показывают, какая у них зарплата. Они показывают там в Польше, а зарабатывают здесь. И получается, что средняя зарплата по Польше, естественно, будет большая. Любили мои, это же не говорит о том, что у них показана такая зарплата за счет того, что они работают здесь. Но проживают и прописаны они непосредственно там. Поэтому те, кто из Беларуси считает, я не знаю, может, это, как называется, которые умные такие. О, Господи. Айтишники, вот. Вот. Почему они умные? Это обычные технари, которые, блин, ремонтируют не унитазы, а программы. Какая разница? Те же слесари, понимаешь, только подкручивают эти. Мне было просто интересно, действительно ли. Я же в этом, я не разбираюсь во всех этих умных вещах, как я говорю, техниках. Я просто должен, хотел просто для себя понять по-простому, что вот Айти и все, что с этим связано, действительно ли, ну, так дефицит острый в Евросоюзе с ними. И что на них просто молятся и нужно где-то откуда-то их вытаскивать. Вот. И тут я прибежал ко мне. Это новая отрасль производства. То есть вот эта вот компьютеризация всеобщая, да, вот придумали, вот смотри, вот не было водопроводов, да, не было сантехников. Придумали водопроводы, нужны были срочные сантехники, да. Стали учить их потихоньку, там, как-то это, вот все, вот сантехники, они обслуживают водопроводы. Вот придумали компьютер, интернет, да, нужны люди, которые обслуживают эту сеть, понимаешь? Это они называются айтишники. И вот потихоньку, сейчас есть институт, и они набираются, они через какое-то время, и, понятно, первое время востребовано, да, потому что нету, недостаточно. Быстрее, вот эта вот сеть, она росла быстрее, чем специалисты, ну, учились, да, подтягивались в это дело. Вот. Но через какое-то время это все остановится, все наберется, и, как говорится, так же, как и с сантехниками, понимаешь? Так же, как и с железнодорожниками, понимаешь? Начали строить железные дороги, нужны были специалисты, типа, там, которые обслуживают, да, все то же самое, понимаешь? Просто это такая IT-сеть, им не надо там ходить с кувалдой, понимаешь, бить по рельсам, надо сидеть вот здесь и тут вот настраивать вот это вся, все это, блин, понимаешь, программное вот это дело. Еще, значит, несколько слов бы я хотел по поводу того, что, когда молодежь в Беларуси, да, они говорят, что вот демократические выборы, это понятно, потом что? Потом, да, понятно, что Евросоюз, да, или что? Глобал, понимаешь, они сейчас на фишке, на такой сидят, глобализация, типа, мир без границ, да, все глобальное, все вот мы, как бы, все такие, вот молодняк, вот сидит вот на этой фишке, понимаешь? Ну, любой молодняк, в принципе, они идеалисты, ну, они идеалисты, вспомни нас, какие мы были молодые, не такие же мы идеалисты были. Вот, понимаешь, приходит более молодое поколение, их становится все больше и больше, понимаешь, они уже, они уже, там, на выборы ходят, да, они могут устроить кипиш в центре города, и снести власть, понимаешь, на них вот это все влияет. Вот, поэтому нужны новые лидеры, нужны новые лидеры, Лукашенко немножко засиделся, скажем прямо, то есть, уже он не соответствует требованиям, понимаешь? А уже люди в возрасте постарше, которые, в принципе, понимают, что он хочет, да, и как это, то они уже не такие активные, они уже не выйдут, они уже никуда, никакой революции не делают. Революция сделала молодых, вот именно таких молодых, понимаешь, да? Вот, и поэтому, ну, правда, нужно вовремя менять власть. Вот если бы в Советском Союзе, мое мнение, да, не было вот этой вот череды, Стар, Пер, Брежнев, потом Черненки, Шмеменки, и вот это вот, не было бы вот этих полутрупов, понимаешь, сколько там лет, пять, да, у нас это все, вот эти пять лет как раз и дали разгул вот этого, знаешь, люди смотрели, думают, да что это такое, что это за полутрупы там торчат, понимаешь, да сколько ж можно, они все вот настраивались, понимаешь, и тут приходит Горбачев, и такой, ха, знаешь, если бы во-первых Брежнев чуть раньше бы сам ушел, да, поставил бы какого-нибудь преемника, не было бы естественно всего этого. Да надо было, надо было Суслова убрать, Суслова убрать, он был стержнем, вот, молодняк, а Горбачев в принципе, он был с прогрессивными идеями, да, он в общем-то был неплохой, но он поздно был, поздно, когда уже все, он уже не смог ничего удержать, вот, и поэтому, как бы, ну вот так вот оно что делать, и так же, как и Лукашенко, понимаешь, сейчас, и у Путина тоже сейчас время придет, уже что-то, что-то делать, понимаешь, как-то, как-то сдвигаться, да, и вытаскивать кого-то, ну вот это в мире так происходит, в Америке то же самое, посмотришь, у них то же самое, у них там сидят эти строперы, которым, извини, меня уже на кладбище прогулы ставят, понимаешь, ну, я стараюсь смотреть на Байдена, и там компанию, ну, об этом можно поговорить, но просто действительно, ну, жалко старичка, очень серьезно, я без, я без, я без иронии, ну, старичку уже хромает, скоро будет на две ноги хромать, ну, что же вы его, партия его так, не в этом дело, дело в том, что, понимаешь, нету, не вовремя, ну, как, это все плохо очень, это плохие симптомы, симптомы плохие, похоже на что-то, да, на что-то похоже, на нас, значит, теперь еще по молодежи, я так понимаю, что вот, разговаривала с несколькими ребятами, все, они хотят, я понял так, что вся молодежь, мы хором все собрались, укатили в Европейский Союз, и там будем работать, и будем много зарабатывать, хорошо, вы поехали туда, и там много зарабатываете, а что происходит у вас, в самой-то Белоруссии, не связывая себя с Белоруссией, в том-то и дело, я когда с ними общаюсь, ты знаешь, я с ними в рулетке, да, с молодняком этим общаюсь, я говорю, езжайте, выходите в Евросоюз, у вас есть возможность, езжайте, не разваливайте предварительно страну, нет, блядь, не знаешь, так же, как у нас сейчас молодаване, вот здесь в Диаспоре, в Европе голосовали, вот они уже сюда приехали, они пошли голосовать за эту Майю Санду, понимаешь, чтобы она уже добила окончательно эту страну, ну, вам-то здесь не все равно, что, да, ставьте уже в покой, пусть там люди сами решают, понимаешь, если вы хотите уехать, уезжайте к чертовой матери, если вы не связываете себя с этой страной, не делайте ничего такого, чего потом пожалеет, ну, ладно, чушь, в общем, по тому сценарию, который я написал, в принципе, получилось все, вот, единственное, что там еще, ну, Евросоюз, я за скобки вынес, это будет, это перспектива тех, кто будет двигаться дальше. Имеешь в виду ассоциации вот эти? Конечно, обязательно, если бы я работал над этим на Западе, сидел, за эту зарплату получал, оно обязательно нужно быть аккуратно, аккуратно, планомерно, на уши, что это лучше, это правильно. И вот заметьте, они сейчас об этом не очень сильно говорят, потому что Евросоюз дискредитировала себя в Молдове и в Украине, понимаешь, именно вот эта евроассоциация. Ну, как только приходят вот эти вот Тихановские, тут же подписывают, это даже, даже без разговоров. Просто уже рекламировать на этой фигне нельзя, потому что оно себя дискредитировало. Да. Это уже как рекламная вот эта фишка не проходит. Да, но здесь, Таня, упирается все равно, упирается все в одно. Я по-прежнему все-таки, мое мнение, что не даст Россия, не отдаст Беларуссию. Не отдаст. Не выкаст. И здесь будет разговор очень короткий. Я уже не помню, кто это там говорил в интернете. Только дернетесь и все. Я говорю не о военном каком-то, я говорю именно о подписании документов каких-то. Да, слушай, я тебе говорю, я сейчас переживаю очень за Молдову. Если это Майя не угомонится, не знаю, что будет. Хотя я все-таки не хотел говорить. Ну, ты бьешь под больным мозолем, ну, что, ну, придется говорить. Что тебе сказать? Она уже насрала. Она насрала со старта, извиняюсь за выражение. Но она с этим шла, шла ли предвыборная? но кроме, кроме, кроме того, как вывести миротворцев российских, она больше, ее разговор о том, что нужно укреплять экономические связи какие-то с Россией, и тут же вынесу на это, вбивать миротворцев, убирайте. Это же полный брит. Она не первый раз это говорит. То есть то, что вот эти силы, вот эти, да, которые там, еврооптимисты, которые Майя Санду, да, подносятся, они всегда это говорили. То есть это не то, что там она вдруг начала по новой. Нет, это все. Слушай, сидел у нас и до-до-до-до на президенты, которые там верещали, что надо убирать миротворцев, понимаешь, и парламент верещал, и премьер-министр верещали, что надо убирать миротворцев. Ну, что ж, ничего же не, понимаешь, как бы, я не знаю, почему сейчас из этого какую-то делают, понимаешь, то, что сейчас за это взялось даже не Евросоюз взялся, а именно Россия. То есть Россия раньше вообще не отвечала на эту фигню. Она вообще не замечала, понимаешь, Молдавия. До сейчас Россия отвечает. Отвечает Лавров. Там, по-моему, даже Шойгу начинает отвечать. И вот это меня, знаешь, как-то, ну... А потому что, как говорила Юлия Тимошенко, ситуация изменилась. Сейчас накалилась на западных границах России накалилась до такого состояния, что уже отвечать пора давно. Это если как со стороны России смотреть. Потому что уже прижали так, что нужно что-нибудь говорить. Так вот, это моя Санду, чем больше она будет это говорить, тем быстрее эта ситуация, понимаешь, разрешится. Ну, в смысле, тем быстрее Россия отреагирует. А что Санду предлагает-то народу Молдавии? Что предлагает? Молдавия, извини меня, должна, по-моему, если я не ошибаюсь, 7 миллиардов долларов у нее. Ничего она не предлагает. Слушай, она предлагает бороться с коррупцией, понимаешь, она предлагает искать миллиард, который стырил там, при том, когда она была в правительстве. То есть, она, сидя в правительстве, понимаешь, подписывали, это правительство подписывало бумаги, по которым этот миллиард ушел, чертовой матери, и она сейчас кричит, давайте его искать. Да ты, блядь, ты из правительства сидела, что ты тогда его не искала? Понимаешь? Из кунья. А может, она была в доляшке, а ее потом обделили? Ты чертова знаешь, что она там была, не была. Слушай, я тебя умоляю, она какая-то, не настолько она умная, чтобы быть в каких-то доляшках. Ее используют темную, да и все. Слушай, ты умоляю. Это не тот политик, понимаешь, это не самостоятельный политик, это просто вот прописанные, понимаешь, такой сценарий, вот она идет на работу под зонтиком, понимаешь, ты вот, ну, сарасня, ну, этот на самокате на работу ехнет, этот на велосипеде на работу едет, ну, господи, поменяли бы хоть какую-то картинку, ну, это ж так палево, понимаешь, палено все. А что, если работает, people have it, что менять? Так, что еще я, Таня, я посмотрел, мне просто было интересно сопоставить население, население стран по западным границам России, которое раньше было Советским Союзом, ну, вот так вот, что произошло вот с развала Союза, я посмотрел, во всех странах, во всех странах, начиная там от Прибалтики и вниз, Украина, Молдова, да, там население сократилось довольно-таки существенно, уже практически вдвое. Но Белоруссия еще пока держится. Ну да, эти да. Да, ну так и что будем ждать, будем ждать, когда хлынет половина страны в Евросоюз, а Евросоюз-то уже, извиняюсь, сам трещит по швам, причем конкретно, это уже не шуточные разговоры идут, и на уровне даже политиков. Я понимаю, что политики это люди, которым платят за то, чтобы не врали, но... Евросоюзы, чтобы выжить, сейчас, особенно после кризиса, ему нужно расширяться, раздвигаться, ему нужно сказать, рынки сбыта, понимаешь, ему нужно либо как-то территориально, да, людей охватывать, либо просто впихивать внутрь себя людей, понимаешь, ну то есть это, понимаешь, да, чем... Да, 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 соотношение потребления и производства. Да, 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 увеличивать потребление, поэтому я не знаю, каким путем пойдет Евросоюз, но ему надо это делать, понимаешь, Евросоюз был, да, Белоруссия не очень крупное государство, но взять его, взять под себя и закрыть там производство и запустить... Пару-тройку миллионов из Белоруссии выйдут, понимаешь, а то и больше, ну, тоже люди, понимаешь, а тем более люди образованные, люди обученные, понимаешь, приученные к горшку, скажем так, а не те, которые приезжают оттуда, вообще к горшку не приучено, обострено, обострено, вообще все, выйди в Няполь, туалет, блядь, туалет, понимаешь, общественный, конечно, конечно, белорусам выгодно, чтобы приезжали, поэтому надо развалить там. Ну, ну, опять же, этот сценарий, ну, он не до конца вяжется, но тут нужно все-таки брать учет и союзный договор, и коллективной безопасности, и то, что, ну, националистов там, я не знаю, честно, там националисты уже появились или нет в Белоруссии? Да. А, появились, да? И все по графику идет. Вот это меня... Вот эти змагары, змагары, понимаешь? Причем, они такие агрессивные. Кстати, я слышал это слово, что оно обозначает, я до сих пор не знаю. Ну, давай не будем в этих сортак говнарок рыть. Бадыров, змагары, шмары, чтобы они были все здоровы, как говорится, где-нибудь на Колыме. Вот, но я, больше всего, больше всего, конечно, Лукашенко будет сейчас, это безусловно, он будет тянуть время, пока, говорится, пупок не лопнет. Он будет тянуть время. Эту реформу конституционную будут тянуть, тянуть, тянуть и тянуть. Сколько возможно. Или он хочет что-то подготовить к тому времени, когда оно все пройдет. Или как, я не знаю, но по сути своей. Значит, вот если посмотреть на само управление государством, да, чем был тут хорош президент, в том смысле, его полномочий. То, что он мог быстро очень решить то, что парламенту, предположим, нужно было бы обсуждать, сидеть неделя, две, три, четыре, президент мог это решить гораздо быстрее. Вот чем дело. И более оперативно. Но с другой стороны, нам такой президент не нужен, давайте меняйте. А вы просто то, та часть, ведь если это процентом отношений, то часть общества, которое бегает по улицам, и те, которые с мозгами и не бегают по улицам, кого их больше? Ну, кого их больше? Если они не вышли на улицу, это не значит, что они не разделяют их взгляды, понимаешь, что же, тоже надо понимать. рабочие места, наверное, потеряют те, кто... Беларусь четко разделена, четко, понимаешь? Вот четко. Одни уже за евроинтеграцию, как говорится, другие за интеграцию с Россией, и там еще есть третья часть, которая называется «Я батька», которые говорят «Мы сами, сутцами, мы сами тут навекорные, мы самые вообще знаменитые». Вот эти самые страшные, кстати, люди. Потому что они не понимают, понимаешь, что они не могут быть реально самостоятельными, скажем так, да? А у них в голове, что они там лучше всех, понимаешь, что они сейчас все прибегут до нас, мы что-то такие главные, понимаешь? В общем, получается так, что пока не будет конституционной реформы на практике, а ничего не изменится. Будут бегать по улицам, будут за ними гонять, ничего не произойдет. Ну, это понятно, что это все, вот это все раскручиваются не на один день, да? И будут это все гонять, их будут технологии, эти будут оттащивать технологии борьбы с этим гонением, да? А эти будут оттащивать технологии гонения, понимаешь? Ну, гонять вот этих вот. Кошмарку. Ну, во всяком, во всяком случае, я думаю, я думаю, что резкого какого-то действия не будет. Резкого не будет, не будет. Вот. Главное, что не будет. Ну, это все, все подойдет, все подойдет к тому, что Тихановская и компания, и Координационный Свет, они больше будут кричать быстрее, 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 реформы, реформы, реформы. А ведь, батька же, он такой. Опять же, нужно учитывать его амбиции. Он это может тянуть, а если он еще протянет лет пять? Протянет. Он протянет. Он такой, что он может тянуть. и тут ждать, если мыслить более общей, как говорится, поширше. Я бы Западу особо не радовался, что придет момент, когда Путин уйдет. От этого вряд ли что-то изменится. Потому что... Если придут какие-то технократы, знаешь, если придут какие-то типа... Ну, если с этим можно было договариваться, а могут прийти недоговороспособные, понимаешь? Те, кто поставил Путина на трон, уже 90-е прошли, они не хотят, чтобы это все повторилось с ними. Поэтому они поставят такого, который будет так же, как Владимир Владимирович, учитывать интересы не просто государства, а их интересы тоже. Потому что в принципе-то все прекрасно знают, кто... что президент, глава государства, это... Он так просто из-за своих личных качеств никогда не становится. Его кто-то, кто-то его ставит. И вот, что интересно, сколько Путин того власти? 20 лет, да? Где-то вот так вот. 20 лет. Как бы не сыграли на этих противоречиях, понимаешь, внутри России. Как бы там эти олигархи с друг дружкой не начали бороться, понимаешь, и оттягивать на себя какие-то куски, рвать. Вот это вот... Им это не нужно, потому что если они пустят, пустят вовнутрь, они уже поделили. Им хорошо живется. Они что, плачут, что Путин нас убивает и давит? Они если сбросят и поставят такого, как Ельцин, да их быстрее сгонобят те, которые придут с Запада. Вот и все. Ведь если на такую поставили президента Путина, то, наверное, прекрасно понимали, что пора с 90-ми заканчивать. Мы хотим жить стабильно и спокойно. Ну, а внешнюю политику никто не отменял, естественно. Здесь Россия будет защищать свои интересы. Я не люблю это слово интересы национальной безопасности. Я обычно люблю говорить интересы государственной безопасности. мне это ближе ложится. Вот, котик вышел погулять. Да, да, он у меня, видишь, он у меня за этим, как это называется? Я понял, да, да. Сахар Макеем сидит. Все, поэтому что-то прогнозировать, как и чем закончится, я не отдаст Россию, Беларусь, и все. Мне было интересно не когда закончится, мне было интересно, когда начнется в Беларуси. То есть, я знала, что начнется, мне было просто интересно, когда. Да ради бога, если я знал, что вот встретимся, я бы свой сценарий дал бы еще летом. Туда можно было бы так просматривать. А, я тоже знал, что будет. Там особенно ничего нового они не предложили. Во всяком случае, толчок был дан, очаг напряженности есть. Одновременно тут тебе и Армения с Карабахом, тут тебе и Молдова выборы. Пришли разделение, по какому принципу их разделить белорусов, а то ошибка они были единые, понимаешь, это же нельзя было. Нашли флаги, нашли эти лозунги. Все, вперед. Вот интересно, а никто еще не называл Тихановскую белорусской Жанной Дар? Не было еще такого? Ну, не тянет. Вот эту вот, которую в тюрьме закрыли, эту Колесникову, то уже называли, а вот это не тянет. Ну, уже очень она унылая, понимаешь? Что она, что этот латушка, такие рожи унылые, ну, кто таких революционеров подбирает? Сейчас, нехаризматичное лицо. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо, ты понимаешь? Ну, просто капец, бля. Ну, смотришь на них, ну, блин, ну, хочется раздеть и плакать, бля, а не идти за ними на баррикады. А им больше, дело в том, что Запад подбирал здесь главного оппозиционера не по физиономии, вот, и не по харизматичности, а потому что супруг, он, по-моему, сидит. Вообще должен был быть ее супруг, а тот подлюка харизматичный, тот мог. Ты видел его вообще, того, ну, Тихановского? Посмотри на его блоги, он очень харизматичный, он такой, знаешь, он такой, зажигалка, он бы на баррикадах смотрелся очень органично. И его очень вовремя, понимаешь, слили. Так он сидит или под следствием? Сидит он, я не знаю, что я еще там разбиралась. Он не мешает батке. Главное, что его убрали, понимаешь, с баррикад. Потому что, если бы его оставили, конечно, это было бы более активно, потому что, ну, чмо, конечно, оно очень, не сильно стимулирует, понимаешь, это Тихановка. В таком случае, в принципе, это вполне реально. Если конституционная реформа пройдет, и там кто-то шевельнется и выпустит на свободу, вот он наш президент. На этой волне энтузиазма, естественно, можно человека посадить на трон. А это же будет, это же тебе не Лукашенко, это будет прямая противоположность. Да, посмотрим. Короче, посмотрим. Шоу будет, шоу угодно, только не скучно. Да, ну, то, что скучно не будет. Я, кстати, под полу, часто очень ставят в упрек, что вот Россия, Белоруссия из-за, из-за калия, ну, из этого предприятия. Вот Россия, то, то, то. А можно подумать, с, с Канадой и США, Белоруссия не бодалась по калию. Еще сколько раз. Ой-ой-ой, можно подумать. У Белого дома тоже, у Белого дома свои планы на белорусский, на белками. Вот. Вот и все. Что здесь можно сказать? То же самое, как у Байдена было в свое время на, забыл, как газ называется на Украине, в Славянске. Славянский. 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 Славянский газ. Я ж тоже ничего не знал. А парнишка с Донецка ходит у нас по работе и кричит, хрена им, а не сланцевый газ. Я говорю, а в чем дело? А ты шо не знал, Байден хочет у нас с сыночком пробили тему сланцевый газ добывать, который запрещен в Европе нафиг. То есть у них у всех есть интерес. И главный интерес это что? Правильно. Спонсорские бабосы. Вот это вот самая главная цель. А то, что там с людьми будет твориться, это им до лампочки. 100%. Им главное, чтобы деньги капали. Вот все. Не важно, какие деньги. Как говорится, продамся за любые деньги, только дайте. Вот и все. Ладно, спасибо. Да, Танечка. Хорошо, по-темнению. В следующий раз давай действительно про Европу. Про Европу легко. Как скажете, так и сделаем. Хорошо. Все, всего вам хорошего, Таня. Счастливо. До свидания. Пока-пока. 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 Продолжение следует...